Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня, как я и обещала, будем печь куличи. Пасхальные куличи. Попробуйте этот рецепт, есть время, спечете, понравится, будете печь. Потому что рецепт легкий, справится любая хозяйка с этим рецептом. Так что давайте готовить. Для кулича понадобится 750 грамм муки, стакан молока, подогрела я, третью часть стакана молока, подогрела на опару, 25 грамм дрожжей, полтора стакана сахара, 3 яйца, пол чайной ложки соли. В тёплое молоко добавляем свежие дрожжи. Лучше, конечно, делать с такими дрожжами. У кого нет, берите сухие в три раза меньше. Но лучше такие всегда тесто получается. Разводим дрожжи. Сюда же сыпем пол столовой ложки сахара, пол столовой ложки муки. Вот это будет опара. За полчаса, минут 20 поднимется опара и будем делать тесто. Всё развела. Накрываю мешочком и в тёплое место. Вот я отвесила 100 грамм сливочного масла. Заливаем его оставшимся молоком. У нас здесь был стакан, от него треть отлита на опару. И разогреваем молоко, подогреваем, чтобы растворилось, растаяло наше масло. Вот разошлось масло в горячем молоке. Теперь пусть остывает, пока подойдёт опара у нас, потому что молоко для замеса теста нужно тёпленькое. Берём сахар, яйца. Взбиваем всё. Всё, теперь замешиваем тесто. Молоко тёпленькое, остыло с маслом. Яйца взбитые хорошо, видите. Опара вот, видите, подошла уже. Опару переливаем. Соль не забыть. Берём растительное масло, ложку, ну и половину, всё, полторы ложки. Кладём изюм, полстакана, помытый, уже высушенный. Ванильный сахар или вот у меня эссенция ванильная. По вкусу размешиваем. Добавляем муку и замешиваем тесто. Вот это и всё. Муки у меня здесь 750 грамм. Плюс-минус пойдёт, как пойдёт. Это я делаю на полпорции. Знаю, кулича два получится. Вот я предварительно мешаю себе. Видно сразу, что муки мало. Постепенно добавляем муку, я всегда говорю. Мало ли, что в рецептах пишется, разная мука у всех. Большую половину я всыпала смело. А здесь уже будем смотреть. Тесто у нас не должно быть густым. Ложкой мешаем и всё. Это тесто можно завести и на ночь. Оно часов 5-6 подходит. Вот утром сделали, вечером будем выпекать. Потому что сдобное очень, оно быстро не подходит. Ну, если подойдёт быстрее, то не ждём 5-6 часов. Формой печём всё. Ложка стоит, но не падает сразу, наклоняется. Вот так и должно быть. Тесто не тянется, вот так вот отрывается. Всё. Вот это у меня маленькая посуда для теста. Переложу кастрюлю побольше, чтобы оно увеличилось в 2-3 раза. Вот я взяла высокую кастрюлю. Переложу сюда тесто, чтобы оно имело где подниматься, не вытекало. Так и вы сделаете. Вот оно. Вот тесто. Прошло 3,5 часа. Поднялось на пол кастрюли. Больше мне не надо здесь. В 3 раза, а то и больше подошло тесто. Готовлю формы. Я взяла 2 такие формы. 2-х литровые у меня. Толстостенные, хорошие белорусские формы. Кружочки вниз кладу. И бока смазываю смальцем. Вот у меня смальцем обыкновенный. Очень хорошо. Потом выскакивают эти куличи. Как спортсмены. Хорошо промазывали. И бока. Если нет смальца, сливочным маслом или маргарином смажьте. Руки смазываю растительным маслом хорошо. Потому что тесто не густое. Ну, где-то чуть меньше половинки буду накладывать тесто. Два кулича вымчатся и все. Так заворачиваю. Чтоб шапочка ровненькая была. А ну, нормально. Вот столько вот теста. И вторую так же. И пусть подходят куличи. Так. В общем, тесто подходило себе. А я своими делами занималась. И отдохнула. И дела свои сделала. Нормально. Тесто работало. И пусть подходят. Вот так где-то. Куличи вот у меня около часа стояли. Возле духовки. Духовка включена. Здесь только тепло. Батареи уже у нас холодные. Буду отправлять. Буду отправлять в духовку. Я буду печь 200 градусов. Даже больше. У меня такая духовка. Вы смотрите по своей духовке. Смотрите, чтоб не пригорел низ. Быстро схватится вверх. Накройте фольгой или пергаментом. Как-то надо спасать, чтоб не сгорели куличи. Если такая духовка. Один куличи вытянула уже. Тот, что поменьше ростом. А второй, он повыше еще сидит. Лучинкой проверяю. Сухая. Разделила яйцо на желток и белок. Чуть-чуть соли сюда положила. Вот уже такая пена встала. Где-то пару ложек столовых добавлю. Пудры с сахарной. Вот вытянула и второй кулич. Глазурь. Добавлю лимонного сока немного. Пол чайной ложечки. Смажем куличи помадкой. Лазурью вернее. Трещинки заделаю. Спешила я. Растойку малую дала. Пасочкам. Ничего. Это не паска. Обычно у меня так не бывает. Трещинок нет. Просто поднимается шапочка и все. Так аппетитно стекает. И посыпаем. Посыпочка у меня такая разная. На Пасху я пишу еще. Подкрашиваю глазурь. Христос воскрес. Буквы Х. В. Сейчас это не делаю. Вот такие получились куличи. Ну, надо самое главное на разрезе посмотреть. Глазурь еще, естественно, не застыла. Внутри. Вот такой очаровашка. Видите? Я только помазала, вот тепленький кулич. И сразу режу. Хочу показать. Серединка, видите, какая. Тесто, как пух. Влажное, не сухое. Не крошится, прекрасное. Пропеклось все чудесно. Разрезала еще теплый кулич. Ну, вы видите, все нормально. Пахнет хорошо. Я добавляла эссенцию ванильную. Пропекся, ну, шелковый. Чудесный. И вы видите, не мяло там час. Раз, два и готово. Готовьте со мной. Эти куличи можно смело делать. У меня ранее рецепт куличей совсем другой. Тоже вот такой. И это очень достойный рецепт. Вы видите, тесто такое отличное. Так что готовьте со мной. Бегите куличи на Пасху. Пользуйтесь моими рецептами. Заходите на мой канал. Смотрите видео. Ставьте лайки. Нравятся видео. Подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok.